Шумский, Сибирский, Левтихий и Максим Барнаусь. Зарубежный епископ, он тоже там, да? Да, это был он Домодетовский у патриархи Кирилла в последнее время, 5 лет. Хотя зарубежный, да? Да, ну, когда-то как-то так, в каноническом признании был, он признал, и все приходы я кормлял. То есть после соединения церквей все было? Вот, пожалуйста, здесь вы по одному слову только вспомните, и любое житие, какого счастливого, сразу найдете. Леварка пища занималась, Леварка дамы. Сумочку какую-нибудь принесет, сумочку какую-нибудь принесет, моя кишечка. Да мы с рукав понесем, да спасибо, Господи. Для проповедников это вещь незаменимая. По одному слову так и ты можешь определить, какой святой, в какое время открыть его жития. Ну вот, вот, как же быть, вот хочется христианину грех быть неблагодарным. Как-то вот, на бензин вам хоть, можно помочь? Можем. Слава Богу. Вот только на бензин. У нас это все идет так. Потому что вы проповедите, надо помогать. Так, ты только не пойду. Это говорят, надо быть ловцом. Ловцом для ловцов человека. Вот, говорят. Не можешь сам быть ловцом человека. Мы за три рано утром уже уезжаем. Ловцом для ловцов человека. Вот кому на бензин поможет? Кто сводит машину? Так, шофера машина. Спаси Христос, Батюшка. Еще напоминаем, 10 июня, вот, понедельник, у меня день ангела и рождение. Рождение, день ангела. И в этот день мы самый сложный момент пересечения границы. Потому что мы едем с книгами. Во всех государствах Шенгенской зоны везем до Папы Римского. С нашими книгами. Если Господь откроет дверь, а у нас шатка, все получено, паспорта, виза, приглашение, мы не знаем. Грузия там, уже там собирают священников, монахов, уже приготовились. Греция нас ждут там. Но нам нужно пересечь границу. А то, что мы везем, это никто нигде нет. Это никто не знает. Да министра не знает. Мы дарим. И нас нельзя финансово никаких прилепить. Чтобы не положить, притыкать. 90% примерно книг я отдаю даром. Господи, помоги проповеди. Так что вы были, батюшка, здесь не зря. Слава Богу, великого. Божий промысел, батюшка, что вы здесь были. Да, здесь был священник Антрофимов, настоятель Никольского храма, поселка Ютинский. Действующий клирик Шахтинской партии. Вот еще на бензине, возьмите, пожалуйста. И вот, вот все, удостоверение, МПФ. Единственное, конечно, мой грех, что я был в гостях у прихожан. Может, чуть-чуть более откровенный был, чем обычно. Но, в принципе, мы конкретно общались. Заходите на наш сайт. Да, и будем читать сайт. Вы даст священников, знаете, в чем? Что они не слышат голоса пророчества. Вот наш сайт. По слову Бога, они слышат. А когда вы знаете этот сайт, то вверху написано. Форум, вы знаете, ладно. Тут это нолики, сразу же. Что-то вам не понравится. Вы на это не смотрите. Вы только сравните, сходится ли с Библией. А он о нас отзывается недобро. Ну и что? Авторитетов нет. Атархав так говорил. У него был один пророк. Да, да, он плохо мне. Михей говорит плохо. Это мой любимый пророк. Он говорит еще, пойдем разношать. Я вам дам для ваших друзей. Спасибо, Господи. Разу другу. Спасибо, Господи. Еще появится. Пусть заходят. Это огромный сайт. Скачивай, дорога едешь. Златоуство, Жития, Библия. Все, будешь слушать. Слава Божию, надо проповедовать. Господу помоги. Вот эти слова жизни, они там ездят во Вьетнам. Еще из-за этого деньги берут. 40 тысяч платишь, и тебе разрешают поехать во Вьетнам попроповедить неделю. У нас есть периал слова жизни. И вот всякие такие. Еще деньги берут с тебя. Так, если в mail.ru зайдете, тоже Игнатий Латкин. Ну, не встречай, я не заходил. Иногда в форуме начал читать обсуждение. Но вот это вот изображение попадалось, а еще бывает на книжках о крещении. Это Игнатий Душаин, это Югубин, выпустил крещение. Так мало? Ну, по-вашему. Да, патриархи, по благочению патриарха Алексея Второго. И вот эти, картинка-то наша, ее в церкви, когда узнали, что это одна из них рассказали, ликвидируют все их, и сняли с приваски. Нет, у нас в соборе продается, в благочении. В богочении в соборе продают, тогда в столице поснимали. Понятно. Из-за одной нашей картинки сняли то, что благочено патриарху. Большая сумаска эти. Наконец, интернат, они еще лучше не нашли, как батюшка сходит в воду по всем правилам. А они-то этого не делают, и они начинают летать. Вот это грех не можем купить, построить малодушный. А у нас всегда возле рекресят, батюшка. Всегда. Нам приезжают эра-монахи, дейгумены, крестятся полное погружение, едут опять служить. Мы должны вернуться к истокам, вплоть до патриарха. Ну, на Афоне говорят, что на старом Афоне крестят. Те, кто в обливании крестят, докрещивают. Ну, хорошо. Вам вместо вина дали квас. В ритургии совершают, вы не заметили. Вы заново начнете делать. Вы понимаете, что вас обманули. Свет погасили. Вы деньги получаете в окошко, а вам фантики дали какие-то. Так это второй раз. Да не второй раз меня обманули. Так и с крещением. Господи, фамилирует. Дай Бог вам проповедовать. Тогда я вам еще подпишу дам сейчас. Васька, побудьте еще. И еще сейчас дадут. Нет, мне хватит толкований. Слава Богу. И вот симфония очень благостная. Слава тебе, Господь. Правда, открываешь. И самое, что было. Михаил Тверской переписывал книги. Будучи в колоде, в плену мальчик же переворачивал страницы. Да, Слово Божие. Вот эта книга называется «Крестное православие». Некоторые епископы, которые читали, говорят, это настольная книга. Я 40 лет собирал материал. Здесь о чем говорится? По порядку. Что такое Слово Божие? По канонам, по церкви. И теперь же о молитве, о покаянии, о церковной дисциплине, и к истинному крещению. Все до одного свидетельства. И жития, и святых, и абсолютная сила. Это 300 тому полян там переболотили. И дальше о священстве, о церкви. Но вы найдете то, что может, говорится, голову вам поднять и взглянуть только на небо. Дай Бог бы, да. Только бы цар сказал правду его. Алексей, товарищ Господин Богом. Спасибо, Господи. Это все каноны приведенные до единого. Вот это православие. Нам бы сейчас вывезти из церкви тех, кто отлучен от церкви за грех. Не, ну у нас на веке можно вывезти. Вот в соборе будет. Там, где хоть какая-то община, хоть зачатки, там можно выводить. Общины церковных, действительно, духовная хиросима. Общин церковных нет. Господи. Вот раз Кирилл говорит, духовная развалена. А батюшка говорит, не, не, все нормально храмы. У нас этот батюшка один строит храм, взял кредит 5 миллионов на себя. И 200 тысяч, чтобы построить храм, платят кредит. Скорбят батюшка. Мы его воодушевили. Батюшка, все у тебя получится, молодец. Ничего этого не надо. Надо идти к людям. Храм Божий выиграет. На было месте надо молиться, людей собирать. На было месте. Вот меня спрашивают, что нужно было делать? Прямо спрашивают по интернету, когда эти плесуньи в храме Христа Спасителя. Мы ходили туда, вокруг храма, поднимали руки, склонялись, молились, все засняли, в интернет высадили. Их нельзя было пальцем трогать поганцев. А что делать? Ничего, послали, согласно Слову Божию, храм воскверненный, большой амбарный замок, его запереть. На три месяца. И три месяца, день и ночь, молиться возле храма вместе с патриархом. Снег, дождь, а то летом было. И весь народ обратился к их страдающим. Они их тронули, а за них буквально все там и невзоров, ничего только не делают. Их нельзя было трогать, они не понимают, что делают. Этого нельзя делать, только молиться, они несчастные люди, отверженные. Живут в заблуждении. Вам понятно, что я говорю? Понятно. Никакого. А там еще 10 храмов открыли, все закрыть. И три месяца молиться возле храма. Это по нашим грехам Бог допустил. Через это мы себя должны увидеть. Мы не молимся, значит они будут прислать ноги забирать. В книге Маковейской написано, когда зашел в сокровищницу, они все стали молиться, и Господь сам все управил. Вот что нужно было сделать. А у нас надо их ногой говарить сразу. Ну, казаки пришли, это самое последнее. А на их, ты посмотри, какие там митинги, там что, когда суд шел, там что делалось это. А этого бы ничего не было. Никого не трогает, мы молимся. Народ обратил бы сердце свое к страдающим. И стали бы молиться. А теперь что? Руби кресты, пили кресты, спасай Россию. Они в кресты сейчас валят, эти блудницы. Их фотографируют и показывают, какие они герои, какие молодцы. Их нельзя трогать было пальцем, они поганцы. Ну, видели, когда Павла напали, видели, что Трофима ввел в храм. И сразу храм заперли. Образец показывает, что нам делать. Вот в Библии читайте, купите амбарный замок. Заприте на три месяца. И весь народ обратился бы сюда. Научитесь плакать, больше слез было, что в канале Москва. Надо начинать с себя. А не так, что они плясали, без допущения Божьего они бы не плясали. А вот сейчас монах Афанасий стал известен. Он в Соловьев вести ФМ ввел. В Дальнего Востока пешком шел до Иерусалима. Ну, только речным транспортом пользовался пешком, годами. Но он, правда, грубовато пишет, всех обличает, что они там... Я никого не обличаю. Я просто говорю в Писании, посмотрите на это. А он говорит, надо иной раз и обличить, уже я не знаю, как сказать, чтобы что-то всколыхнулось. Сравнись с Библией, больше никак не надо. Больше никак. Я ему открываю место Писания, как святые понимают, и дальше я молчу. Я должен только молиться и плакать. Мне не дано другого. Что я буду обличать? А как патриарх? Да никак, я молюсь каждый день за него и все. В нашей молитве, у меня молитвы Папа, Папа, Франциск, Венедикт. Разуми его. Да, чтобы Господь всех привел ко спасению. Бог не желает смерти грешника. За каждого правителя. Это узнает, кто у тебя городом начальник. Приноси ему жизнь тихую и безнедежную. Все, слава Богу, мы православие поддержим. Слава тебе, Господи. Ленин, с такими, с такими, с такими. Я служил в морфлоте. А глухонемых морфлот. М это буква М, а вот это Ф. Морфлот. Я занимался много, печатался печати, издавал книги, писал стихотворения. У меня 3467 стихотворений. Там нам музыку положено. И теперь я от всего отстал. Говорил каждую неделю 4 проповеди в храмах разных. Теперь ни одной иглой, отошел. Единственное, что оставил МФ, молитву и форум. А что такое молитва? 118-й Псалом, 164-й стих. Это я вам ее оставляю. Запомните. Написано, 7-кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Благодарю, что пристали они в храме. Ты нас поразумил. Суды правды твоей. Благодарю тебя, Господи, что вывел меня из тюрьмы. Благодарю тебя, что ты ведешь. Наполните сердце своей радостью. Вот у меня есть канон, написанный Андрея Критского. Я его возложу на три ступени. Этот канон, написанный Андрея Критского, он для оглашенных. Люди молотят, его никто не думает. 1200 лет, и никто не хочет понять, что этот канон, написанный аналог, помилуй меня Божий. Почему помилуй меня Божий? Потому что вошел к чужой жене. Почему Андрей Критский написал? Потому что он написал анафему 6-му и 17-му собору. И теперь вот этот дух покаяния его обуял со всех сторон. А нам нужно теперь этот канон возвести на три ступени. Второе – благодарение. И третье – ангельское словословие. Те же самые слова, допустим, благодарю тебе. Первое – помилуй меня, Господи, я как неневитяне. А теперь второе – Господи, благодарю тебя, что ты неневитян помиловал. Как ты щедр милостив. Благодарю тебя, Господи. Третье – как ты велик, наш Бог и Бога. Наш Бог – Савалов. А имя Твое – Святый Господи. И ты неневитян помиловал. И я такой. Ты долготерпеливый милости. Аллилуйя и слава. То есть третья ступень должна быть. Не оглашенный, поверный. Молитва трехступенчная. Первое – покаяние. Второе – благодарение. Третье – словословие. Почему? В церкви молитву Савалов превращает. Это слава за Сыну Святого Духа. Отец Александр тоже говорит – Яхва, Исущий, тот, кто есть. Яхва. Тот, кто есть. Яхва. Их как-то – эшер, эшер. Как же Яхва говорит? Яхва, правильно говоря. Это вошло уже. Это вошло уже, нам не изменить. Допустим, Иисус. А какой Иисус? Яшва. Зачем говорить? Я знаю, но я… А как же это? Иисус или не Иисус? Или Иисус? Иисус. Иисус. Двое персия, да? Нас батюшка один, когда серия роднишка служит. А я говорю, значит, двое персия, сегодня говорил уже, другое персия, в равную степень имеет элемент ереси. Запомните это. И так, и так. Самое правильное – это когда молятся католики. И слева направо. Почему? Очень просто. Божество бесстрастное, говорит Златоуус. А это показывает Бога человечества. Бога человечества не страдало. Страдало только человечество на кресте. Не, ну так же. Христос на кресте был распят. Бога человек, Иисус Христос более точно был. Христос на кресте. Я вам поясняю, как. Теперь Троица не участвовала. Пять ран, которые нанесли ему на кресте, на вещество. Это толкование Златоуста. И ты, благодаря своим страданиям, переведи меня с погибельной. Но я так не молюсь. Потому что я православный, я так научен. И так и буду. Да, церковь так признала. И поэтому я веду себя очень осторожно. Иоанн Златоуста говорит, молились с одним перстом. Да, Василий Великий, перстом осеняем пчелов. Не надо спорить. Князь Владимир молился так. Двумя перстами. Сергий Радонежский так. А Сергий Радонежский так. И все святые. А что вы спорите-то? Идите в мир, проповедуйте Евангелие. Надо иметь дух мирен. Радость. Не искать противоречия. А найдя противоречия, выявить его в свете Евангелие и отбросить. А только давайте говорить о том, что нас объединяет. Надо говорить о том, что разъединяет. А что объединяет, тут нечего говорить. Мы только целуемся, целуемся. Господи, помилуй. С мусульманами там, да? Вообще, я с ними, как Христа, не признаю. Господи, помилуй. Спасибо, Господи, за доброе слово. Он был охранителем. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Просите, Господи. Бог просит меня, простите. Так, просим молитву. Особенно 10-го числа. 0-0 на понедельник, мы будем на границе стоять. Чтобы нас пропустили, а дальше все проще. Под Петра и Павла. А 11-го июля помазание на царство Михаила Федоровича Романа воспоминали. Тем более, 10-го июня, это память Игнатия Ростовского щедотворца. Вот почему, я в честь всего, нас называли в тот день, когда родился. Это мой святой. Слава Богу, Господи. И вы это вспомните. 10-го июня, батюшка, пересекаем. Июня. Июня. Да, да, да. Июня. Да, да, да. Вот уже скоро. Вот у нас, он в армии служил с такой бородой. Вы насчет бороды людям подскажите, чтобы никогда не брили, не трогали. Нельзя образом... Брижута не коснется края бороды твоей. А вот подстрижение. Никак. Не портите края бороды твоей. Давыд даже в земную Иерусалю не пустил. Но когда дочь Якова была изнасилована, она была обесчищена. А когда пол бороды, написано очень обесчистится, а хуже изнасилована. Когда обрел. Конечно, в земную Иерусалю не пустил, а мы, Господи, бессмы. Не в бороде спасение, а в покушание. Не в бороду спасение.